Мусор на улице Региональный оператор. Думая от определения, большинству из нас уже знакомы по капитальному ремонту. Похожий принцип будет действовать и здесь. Региональный оператор будет не только выбирать подрядчиков для сбора мусора, но и контролировать качество их работы. Таким образом, в наших платежках должна появиться новая строка «Платеж за сбор и вывоз твердых коммунальных отходов». И мы будем правы, если скажем, что мы и сегодня платим за вывоз мусора. Эта плата входит в состав платы за содержание и ремонт жилого помещения. Тогда зачем тут что-то менять? В Министерстве строительства и ЖКХ РФ поясняют, что сейчас стоимость сбора и транспортировки отходов устанавливают управляющие компании, которые зачастую необоснованно ее завышают. Кроме того, некоторые машины даже до свалки не доезжают, а сваливают отходы в придорожной канаве, чтобы сэкономить деньги. А вот региональный оператор, которого будут выбирать на конкурсной основе, таких вольностей себе не позволит. И должен будет организовать всю цепочку обращения с отходами от сбора до транспортировки на полигон. При этом чиновники заверяют, что общий счет за коммуналку не вырастет, а одним из плюсов называют то, что многие россияне даже смогут теперь немного сэкономить. Плата за сбор и вывоз мусора будет рассчитываться не в зависимости от размера квартиры, как это происходит сейчас, а по числу проживающих в ней жителей. Некоторые эксперты заявляют, что то, что происходит сегодня, несправедливо. Например, одинокий пенсионер, живущий в трехкомнатной квартире, платит сегодня больше, чем большая семья в двушке по соседству. А ведь у него мусора явно меньше, чем у соседей. Так или иначе, мусорная перестройка началась. О ее плюсах намного и красочно рассказывают. А вот минусы, боюсь, мы увидим лишь по факту ее реализации. Кстати, одним из главных побудителей к таким изменениям стало стремление снизить негативное влияние на окружающую среду. Как? Спросите вы. Речь идет о глобальном вовлечении отходов в хозяйственный оборот. Попросту о переработке и вторсырье. Думаю, ни для кого не секрет, что сегодня большая часть отходов в нашей стране сжигается или закапывается в землю. Отсюда негативное влияние на экологию, приведение в негодность огромнейших земельных площадей, заражение и загрязнение паводковых грунтовых вод, загрязнение атмосферы различными вредными и ядовитыми компонентами, содержащимися в мусоре. Ну и не стоит забывать об упущенных возможностях переработки. В некоторых странах уже давно осознали, что мусор на самом деле представляет собой огромную ценность, а его переработка способна не только приносить прибыль, но и делать неоценимый вклад в соблюдение экологической безопасности. Такие отходы, как пластик, резина, бумага, металл, стекло являются перерабатываемыми, и добывать их из мусора гораздо дешевле, чем получать любыми другими способами. И это еще не все. В процессе уничтожения мусора можно получать и такие вещи, как тепловая и электроэнергия, твердое, жидкое, газообразное топливо. Таким образом, мусор является великолепным источником переработки для вторсырья и получения энергии. И сжигая его или утилизируя на свалках, мы поступаем по меньшей мере нерасчетливо. Одним из признанных мировых лидеров по обращению с отходами по праву считается Япония. Страна располагается на острове, остров небольшой, народу много, места мало. Складировать мусор некуда, а раз некуда складывать, нужно его переработать. Возле каждого дома у японцев стоят пластмассовые емкости. Туда кладут отработанные вещи, бытовые и пищевые отходы. Каждому мусору свой бак и свой цвет. Причем каждая емкость имеет собственное имя, соответствующее виду отходов. Таким образом, из мусора извлекают 20 видов сырья по 9 группам, не исключая батарейки, растительные масла и аккумуляторы машин. Также вырабатывается тепловая энергия. Японцы научились даже из органического мусора изготавливать строительный материал. И этот самый материал, при взаимодействии с морской водой, становится прочным, как бетон. Поэтому его используют для возведения искусственных островов вдоль прибрежной полосы. Нам, конечно, японцев в этом деле предстоит еще догонять. Но первые шаги уже сделаны. И тут главное, чтобы не получилось, как в одной известной фразе, ставшей крылатой. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Это был очередной выпуск «Политкухни». До новых встреч!